МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Лебеди в ящике. Житель Азербайджана пытался перевезти через границы черных пернатых. 1 из 40. На предстоящей завтра сессии собрание депутатов Махачкалой выберут мэра города. Одна страна требует соблюдения закона, другая благоприятных условий для работы. О противостоянии Ространснадзора и водителей маршрутных такси смотрите в выпуске. В канале имени Октябрьская революция около поселка Загородной Кировского района Махачкалы было обнаружено тело трехмесячного ребенка. Следователи проводят процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и причины смерти ребенка. Также проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Следственное управление просит всех, кому что-либо известно о личности ребенка и его матери, сообщить об этом следственный отдел по Кировскому району Махачкалы или сообщить по телефону, который вы сейчас видите на экране. Пять уголовных дел возбудил Следственный комитет по Республике в отношении директоров пяти средних общеобразовательных школ Левашинского района. Подозреваемые, используя служебные положения и внося заведомо ложные сведения в различные документы, похитили из Фонда социального страхования Республики от 600 тысяч до свыше 2 миллионов рублей. В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного учреждению. Ограничения в пересечении границы, как оказалось, действуют не только для людей, но и для птиц. Так, в пункте пропуска Ярак Казмоляр при досмотре багажа автомобиля Лада Приора в коробках из-под бананов были обнаружены два черных лебедя. Их транспортировка проводилась без надлежащих сертификатов и документов, подтверждающих законность приобретения. Владелец багажа является гражданином Азербайджанской Республики, а водоплавающие птицы ему понадобились для их разведения в пруду неподалеку от дома. Сотрудники Росельхозназора по Дагестану пресекли незаконную попытку вывоза диких птиц с территории России. В результате проведенных мероприятий движение автомобиля приостановлено. Составлен акт о нарушении ватеринно-санитарных правил при перевозке под контрольную груза и протокол об административном правиле нарушения по статье 18.1 КОАП Российской Федерации. Небанковским финансовым организациям запретили поднимать проценты по микрокредитам. 28 января вступили в силу изменения в законодательстве относительно потребительских займов сроком до одного года. Банк России по Дагестану отмечает, что нововведения направлены на защиту заемщиков, чтобы обеспечить их от нелегальных кредитов и больших процентов по займам. Также теперь микрофинансовая компания может продать долг только тем организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов. Ограничения касаются потребительских займов сроком до одного года. Предельная сумма задолженности по процентам, пеням, штрафам, неустойкам и другим платежам не может превышать сам кредит больше, чем в два с половиной раза. С 1 июля 2019 года предельная сумма задолженности не должна будет превышать сам кредит в два раза, а с 1 января 2020 года в полтора раза. На предстоящей сессии собрания депутатов Махачкалы выберут мэра города. Пройдет она завтра. Процедуры по отбору кандидатур уже завершаются. На первом этапе заявители представляли свои программы развития. А сегодня 39 кандидатов прошли собеседование. До 31 января конкурсная комиссия должна завершить оценки кандидатов, чтобы предложить депутатам городского собрания столицы список тех, кого она рекомендует рассмотреть в качестве кандидата на должность главы города. Законодательство никогда не стоит на месте, оно постоянно обновляется. В прошлом году такие изменения коснулись и автомобилистов, которых обязали установить на свою машину тахограф. Этот прибор одновременно регистрирует несколько показателей. Скорость, время, пробег, а также контролирует отведенное время для работы и отдыха водителя. ГИБДД и Ространснадзор провели совместный рейд, в ходе которого выявили немало нарушений, в том числе отсутствие тахографов маршрутных такси. Но есть и то, с чем водители микроавтобусов тоже не согласны. Обо всем по порядку. Тахографы, а точнее их отсутствие, и стало в этой истории яблоком раздора. Проводимый накануне совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора выявил массовое отсутствие маршрутных такси, приборов учета и контроля за водителями. Больше их количества по Каспийску пришлось на компанию Каспий Авто, после чего работники предприятия вышли на протест, назвав такой исход намеренной травли со стороны некоторых надзорных ведомств для передачи линии другой транспортной компании. Почему они не организовывают работу, рассрочку или каким-то образом установить тахограф, я не знаю. Если они хотели, чтобы мы работали, они это организовали. Они хотят прекратить нашу трудовую деятельность. Мы единственные, я считаю, в Каспийске городе, которые в казну Каспийска перечисляют налоги, это наши предприятия. 250 или 200 человек, которые у нас работают, перечисляют налоги. Если сюда придет третий парк, они не будут платить, выезжать в Каспийск, они будут оплачивать в Санкт-Петербургские предприятия. Почему нам не дают работать местным водителям? Почему мы должны на кого-то наняться и работать, потрачить на них, так скажем? Несоблюдение закона руководство Росстранснадзора называет основной причиной штрафования перевозчиков, исключая любые предположения и домыслы. Обвинения со стороны Каспий Авто в лоббировании чьих-то интересов они считают необоснованными. Они у них начинают сразу, значит, вы там лоббируете интересы третьего парка или еще какого-то перевозчика. Но мы этим не занимаемся, у нас нету таких полномочий чьих-то в сторону. Мы проводим обычную свою работу, плановую свою работу. Месяц разли, неделю разли, там, как, согласно утвержденному графику, мы выходим то в городе, то за городом, то в горах и так далее, везде проводятся эти рейдовые мероприятия. Цена и неорганизованность – это единственное, по словам водителей, что их беспокоит во всем этом процессе. Если им дадут время и создадут благоприятные условия, эти противзаконы не в их интересах, признаются они. Здесь идет неорганизованность не со стороны водителей, а со стороны, может, высшестоящих, лицензионщиков, технических. Пусть обеспечивают сервисные центры, Каспийские, Дербенти, Кизляры, в крупных мегаполисах, людям объяснят и поставят. Это что такое? Утром пришли, вы не будете ездить, мы против этого, мы сейчас физически не можем ездить. Мы боимся, а там штрафы не тысячи рублей, не три тысячи, на предприятие около 500 тысяч штраф идет. Однако закон есть закон, и он гласит, что уже с августа 2017 года пригородную перевозку необходимо осуществлять, оснастив транспорт тахографами. По словам экспертов, в Дагестане печальная статистика не только по Каспийску, но и в других городах республики. Из более 350 вынесенных штрафов, около 250 приходится на отсутствие контрольных приборов или нарушений по их использованию. Владельцы транспортно работают на регулярных маршрутах, они обязаны иметь тахографы, контрольные устройства по контролю за соблюдением режима труда и воздуха. Мы же знаем, они в 6 часов утра стоят и целый день там катаются. Поэтому аварийность, в этом году идет рост аварийности на лицензируемый транспорт. У нас идет увеличение этих дорожно-транспортных происшествий. Почему? Потому что там же нельзя, там есть определенные условия работы. Он не может там более там сколько-то там управлять автомобилем более 9 часов в сутки и так далее. Но они же работают бесконтрольно. Утром встали 6 часов, прибежали, побежали целыми днями. Они думают, что только заработать деньги так нельзя. Безопасно, что в первую очередь должно быть. По словам специалистов ведомства, проверочные рейды на законность перевозки пассажиров будут продолжены. Отметим, что с 1 июля 2019 года вводится обязательное оснащение приборами автобусов и маршруток, работающих и на городских перевозках. Вопросы обеспечения охраны труда на стройплощадках обсудили сегодня на совещании в гильдии строителей СКФО. Основное количество несчастных случаев и травм происходит вследствие нарушений техники безопасности и неудовлетворительной организации производства. И хотя количество погибших и пострадавших постепенно снижается, счет все равно идет на сотни человеческих жизней. Однако строители организации республики зачастую скрывают информацию о подобных фактах. Кроме того, большая доля работающих на стройках часто официально не оформлена, и это позволяет работодателям договориться с пострадавшим о компенсации. Чтобы предотвратить травматизм на стройках, нужно в первую очередь начать со средств защиты и инструктажа, считают эксперты. В основном эти случаи, как и все вообще, как показывает практика на строительстве, основное это падение с высоты. Падение с высоты, где основными причинами являются, конечно, плохая организация работ, плохое инструктирование самих работников, не умение обращаться с тем оборудованием, которое у них есть. Потому что зачастую строители допускают к работе людей, которые не имеют абсолютно никакого опыта. Кроме желания работать и заработать, у этих людей нет никакого опыта. Старая мечеть в селе Тереклимектеп в пятничный день уже не вмещает людей, и поэтому назрел вопрос о строительстве новой, более вместительной. Уже сейчас будущее святыня объединило жителей всего Ногайского района. Строительство ведется общими усилиями и активными темпами. С подробностями Абдул Алиев. Может ли одно важное дело объединить целый народ? Глядя на то, как жители Ногайского района дружно строят мечеть в селе Тереклимектеп, можно ответить на этот вопрос утвердительно. Новая мечеть станет самой крупной в муниципалитете и будет вмещать около двух тысяч человек. Все работы ведутся за счет денежных поступлений от неравнодушных людей. Уже сейчас строение стало для многих жителей села олицетворением надежды на лучшее будущее. Ведь мечеть – это залог сохранения единства и развития духовности среди населения. Именно в них в большинстве случаев дается нравственное воспитание и ценные религиозные знания. Так считают и представители власти района. Это строительство мечети играет огромную большую роль. В первую очередь, это духовное нравственное воспитание нашей молодежи, очищение наших граждан в селе и в целом районе. В первую очередь, хочу огромную благодарность выразить духовному управлению республики Дагестан в лице нашего муфти Ахмад Хаджи, Абдулаеву, нашему имаму Атангулу Ахмад Мухаммад Хаджи за то, что они начали такую огромную строительство на мечети. Как вы видите, каждый день приезжают жители со всех сел, участвуют при строительстве. Это уже как бы идет объединение всех жителей нашего района. И, иншаллах, вот таким же темпом мы будем и дальше работать. Настанет тот день, когда будем заходить и совершать джума-намаз. Для участия в строительстве из разных сел Нагайского района приезжают делегации, чтобы внести в свой вклад в богоугодное дело. Для них это не просто возможность совершить благой поступок. Это дело чести. Терекли Мектеп как центр для всего Нагайского народа. И мечеть, построенная в этом селе, имеет важное значение для всей нации. Ну сейчас у нас все рвутся помочь. Помочь строящим мечетам, это большой садахасава. Сегодня приехали с главой имамом, наш имам. И села приехали, человек 20-25, сегодня работают. И иншаллах, не этим днём это будет, приедем ещё. Пока на месте строительства мечети твёрдо стоит фундамент. Впереди ещё многое придётся сделать. Как быстро будет достроена мечеть, целиком и полностью зависит от оказываемой помощи неравнодушных людей. Можно смело сказать, любое пожертвование для этой мечети – это вклад не только в строительство будущего Дома Всевышнего, но и вклад в укрепление единства дагестанского народа. Строительство мечети в селе Тереклимик Теп можно по-настоящему назвать историческим событием. Уже сейчас оно служит объединению жителей Ногайского района, а в будущем, возможно, станет достоянием всего Ногайского народа. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Тереклимик Теп. И о спорте. В Махачкаре стартовали игры Хунзакской волейбольной лиги. Соревнования уже второй год проходят в честь земляков ветерана волейбола, которые в далёком 1954 году завоевали золотые медали чемпионата РСФСР. В этом году заявки на участие подали 17 команд из разных сел района. Чемпионат регулярный, игры будут проводиться каждую неделю. На первом этапе коллективы разделят на две подгруппы, и команды встретятся по групповой системе. После чего определятся участники стадии плей-офф, которые продолжат борьбу за победу. Финал Хунзакской лиги пройдёт в конце весны. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова